Всем привет, с вами профессор Гуглов. Этим знаменитым мужчинам совершенно точно не приходилось сомневаться, их детей не перепутали в роддоме. Доказательство тому – поразительное сходство, которому просто невозможно не удивляться. И сегодня я предлагаю взглянуть на свежую галерею звездных отцов и сыновей, похожих как две капли воды. Арнольд Шварценеггер и Джозеф Байен В прошлом около 10 лет Железной Арни тайно встречался со своей мексиканской горничной Милдред. Итогом романа стало рождение мальчика по имени Джозеф. Кстати, мальчуган родился всего за несколько дней до появления на свет законного сына Шварценеггера Патрика. При этом сам актер долгое время не подозревал, что у него есть внебрачный ребенок. Правда, сплыла лишь к тому времени, когда Джозеф подрос и все заметили, что он жутко похож на Шварценеггера. В 2011 году актер рассказал о своем втором сыне жене, после чего пара рассталась. Сейчас внебрачному сыну актера 18. Юноша изучает бизнес-менеджмент в институте Малибу. А в свободное время занимается в собственном тренажерном зале, который ему подарил на совершеннолетие знаменитый отец. Пол и Джеймс Маккартни Будь сэр Пол на 10-15 лет моложе и на столько же килограммов тяжелее, его наверняка было бы невозможно отличить от сына Джеймса. Справедливости ради отметим, что пухлыми щеками 38-летний сын музыканта обладал не всегда. Так вот, в более стройные времена Джеймс был еще больше похож на знаменитого папу. Как и Пол, Джеймс занимается музыкой. А в прошлом даже участвовал в записи сольников своего прославленного родителя. Джордж и Тхани Харрисон Пол Маккартни не единственный участник The Beatles, кому удалось точной копией себя. Также повезло в свое время и соло-гитаристу команды Джорджу Харрисону. Как и отец, Тхани Харрисон выбрал в качестве профессии музыку. После смерти родителя в 2001 году парень завершил его альбом Brainwashed и организовал в Лондоне собственную команду Danvno2. Уилл и Джейден Смит Глядя на сына Джейдена, кинозвезда Уилл Смит наверняка вспоминает себя молодого. Ведь парень, которому в этом году исполняется 18 лет, чертовски похож на актера в юности. Впрочем, учитывая, что Уилл совсем не меняется последние пару десятилетий, сходство отчетливо прослеживается и сейчас. Как и отец, в свое время Джейден планирует построить карьеру в мире кино. Парнишка уже снялся вместе с родителем в ленте «Катастрофе после нашей эры» и в нескольких сериалах. Дональд и Кифер Сазерланд Еще одна актерская пара – канадцы Дональд и Кифер Сазерланд. У Дональда и Кифера за плечами по несколько десятков лент. Правда, сам Кифер полагает, что за всю жизнь, а актеру уже 49, ему так и не удалось догнать и превзойти своего знаменитого родителя на профессиональном поприще. Дмитрий и Кирилл Нагиевы Сыну российского телеведущего и шоумена Дмитрия Нагиева, Кириллу, 26 лет. Парень вот уже несколько лет в усиленном режиме строит карьеру на телевидении и в кино. Однако, хоть сколько-нибудь догнать своего неподражаемого отца, Кириллу пока не удается. Хотя в последнее время карьера Нагиева-младшего поползла в гору. В профессиональной копилке парня уже значатся несколько фильмов, сериалов и роль ведущего в популярном шоу «Ревизора» на канале «Пятница». Кстати, в качестве соведущего программы начинающий шоумен предстал с внушительной бородой, наверняка, чтобы минимизировать внешнее сходство с отцом. Андрей и Иван Макаревич А вот сын музыканта и телеведущего Андрея Макаревича совсем не пытается отличаться от отца. Совсем наоборот. 28-летний актер с пользой для карьеры использует сходство со знаменитым родителем. Например, в 2010 году в ленте Гарика Сукачева «Дом солнца» парень сыграл отца в молодости. Роман и Аркадий Абрамович Чем старше становится сын российского олигарха Романа Абрамовича Аркадий, тем отчетливее проявляется его сходство с отцом. Сейчас сыну олигарха 22 года. Парень учится и параллельно усердно помогает отцу приумножать капитал. На конец 2015 года Аркадио принадлежало около 38% акций нефтегазовой компании «Золтов ресурс». А иногда бывает и так, что звездные мальчики вырастают до ужаса похожими на своих матерей. Но об этом в следующий раз. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся.